Если б с нами мы, как недорогие, под московые вечера... Творческие мастер-классы, лекции о здоровье, танцевальный флешмоб под любимые песни советских лет и море позитивных эмоций. 1 октября на территории музейно-храмового комплекса Парка Патриот масштабно отметили Международный день пожилого человека. Более двух тысяч жителей и гостей Подмосковья приняли участие в мероприятии. Мы вот сегодня видим, с каким настроем к нам приехали наши бабушки, дедушки, наши родители. У них есть смысл жизни, это, наверное, самое главное. И это не только дети и внуки, и забота о них, но это и собственное развитие, это общение с такими же подругами. Это очень интересное и увлекательное занятие. Организаторы подготовили обширную творческую и культурную программу. Гостью праздника мастерили винтажные броши, делали куклы-обереги, расписывали имбирные пряники и рисовали пейзажи под руководством опытных наставников. А также танцевали под любимые песни своей юности. Кульминацией стал концерт на главной площади. Зачем ты снова подстричался? Зачем нарушил мой покой? Почти все гости – члены клубов «Активное долголетие». Подмосковному проекту исполнилось три года, и за это время движение достигло масштабного роста и развития. Надо отметить, что в каждом городском округе Подмосковья есть такой клуб. В некоторых даже не один клуб, более 70 таких клубов у нас по всей территории. И почти 200 тысяч участников наших клубов «Активного долголетия». В основном, конечно же, это женщины, но мужчины тоже присоединяются к этому движению. День пожилого человека отмечают в России с 1992 года. Праздник стал символом мудрости, добра и уважения. А еще поводом лишний раз вспомнить, что старшее поколение нуждается в нашей любви, заботе и внимании. Я от себя хочу вам пожелать самого крепкого здоровья, самого отличного настроения, благополучия. Путь будут здоровы и счастливы ваши дети, внуки. Берегите себя и своих близких. Спасибо за то, что вы рядом с нами. Ура!